Дорогой Олег Дерипаска, рада, что вы так быстро ответили в своем телеграм-канале на мое по вам прощение. Я не сомневалась, что вы это сделаете. Увы, моих норовоучительных, как у седой Надежды Крупской интонаций, не хватило, чтобы вы уловили главную мысль. А значит, урок не выучен, и его придется повторить. Ведь в педагогике важно терпение, поэтому, когда будете смотреть этот ролик, Олег Владимирович, старайтесь не отвлекаться и не поддаваться эмоциям. Сфокусируйтесь на самой сути. И кто знает, возможно, вам даже удастся изменить траекторию вашей, давайте признаем, довольно паршивой биографии. Я сразу опущу ваши выпады в сторону своей личной жизни. Понимая, что под личиной псевдомиротворца вам сложно скрыть свое бандитское нутро, которое ковалось в 90-х, когда вас, молодого и успешного бизнесмена, крышевал криминальный авторитет Михаил Черной. Пока в начале нулевых вы не заручились крышей у главного пахана России, Владимира Путина. Эта крыша и стала залогом вашего успешного предпринимательства вплоть до начала войны. Но после 24 февраля, когда крыша вдруг стала протекать и рушиться, вы экстренно заявили, что пора заканчивать весь этот госкапитализм. Нужно будет закончить всю эту тему госкапитализма. Так вот, если ваши робкие попытки предстать голубем мира действительно идут от сердца, то я настоятельно вам советую не распыляться и начать со стадии принятия. Принятие того, что вы плоть от плоти путинской системы. Все эти годы вы коррумпировали власть через семью Лаврова и через покойного вице-премьера Приходько. Об этом знают все. Вы были одним из творцов насквозь коррумпированной государственной машины. Жизнь казалась прекрасной, не правда ли? Мучила ли вас совесть? Мы не заметили. Так что ваш ответ в телеграм-канале должен был начинаться со слов «Да, Люба, я путинский олигарх и один из тех, на ком держалась и держится эта коррумпированная система». Но даже этого будет мало, Олег Владимирович. Просто путинским олигархом вы были до 24 февраля. После 24 февраля вы еще и военный преступник. Наравне с Шойгу, наравне с вашими коллегами Сечиным и Пригожиным, наравне с пропагандистами Соловьевым и Симоньян, которая охотно перепостила у себя в телеграм-канале ваше обращение ко мне. Для голубя мира так себе компания. Вы, как и другие бизнесмены, пока ровным счетом ничего не сделали, чтобы громко заявить «Путин, мы не с тобой, мы против войны». На встрече с Путиным 24 февраля представители крупного бизнеса уже после начала вторжения в Украину также сидели и молчали, пока он сознательно размазывал по вашим физиономиям коллективную ответственность за будущие военные преступления в Украине. В этой связи хотел бы обратиться и к вам с призывом, с пониманием к тому, что происходит. У него это получилось. Мариуполь, Буча, Краматорск. Российские солдаты убивали и убивают там мирных жителей. И от вашего имени, Олег Владимирович, пока вы мечетесь между стульев и пытаетесь угадать направление ветра. Считаю, что вы сделали заложниками своих амбиций непрофессионализма, а может быть просто и тривиальной жадности. Тысячи людей. Понимаю, сознавать, что ты военный преступник – занятие не самое приятное. Проще сместить фокус внимания и писать гадости в мою сторону, в сторону оппозиции. Но порадуете вы этим близкого к вам Алексея Громова, который в Кремле отвечает за медийку, но перепостит вас в своем телеграм-канале и его верная собачка Маргарита Симоньян. Но порадуется всему этому их зомбированное паство в перемешку с ботами. Только как это решит вашу проблему, Олег Дерипаска, путинский олигарх и военный преступник? Снова напишите, что все эти годы платили налоги, на которые строились больницы и школы? Так все бизнесмены платят налоги. И граждане России тоже платят налоги. Все платят налоги. Так устроен мир. В этом вы не исключительны. Это не делает вас героем. Снова напишите, что я действую по указке Запада? Я как была против войны Путина, так и остаюсь при своем. Для этого мне не нужны советы со стороны. Это моя давно сформированная позиция. Кстати, хотелось бы узнать, когда это вы успели так разочароваться в западном образе жизни? До или после покупок домов в Сан-Тропе и Париже, Сардинии и на Кипре, Нью-Йорке и Лондоне, приобретение одного из самых дорогих особняков в Вашингтоне. Если вы такой противник западных ценностей, зачем обзаводили свое время гражданством Кипра? Снова напишите, что оппозиция в России политический банкрот и ни на что созидательная не способна. Так если мы такие бесполезные, то почему ваш хозяин Путин травил Навального, а потом посадил его в тюрьму? Почему на меня завели четыре уголовных дела? Почему власти полностью вычистили политическое поле и каждый раз фальсифицируют результаты на выборах? Если вы насмехаетесь над теми, кого преследуют по политическим мотивам, значит вас такая система полностью устраивает. Только не забывайте, Олег Владимирович, и я снова повторюсь, эта же система превратила вас из обычного коррумпированного олигарха военного преступника. Так что смейтесь, плачьте и раздумывайте в первую очередь над своей судьбой. Оно у вас незавидное, и вы это знаете. А сейчас уже сказать нечего, уже поздно. Конечно, вы снова можете писать оскорбление в мой адрес, которое радостно зарепостит прихвостня Алексея Громова. Это потешит ваше эго, но никак не приблизит ваше же спасение. Не смоет с ваших рук кровь уже убитых мирных жителей в Буче, в Мариуполе, в Краматорске. По всей Украине. Не утруждайте себя оскорблениями, мне на них плевать. Лучше просто промолчите, как на встречах с Путиным. Хотя бы не будете выглядеть мудро. Но если вам все же есть, что сказать, говорите. Если вам, Олег Владимирович, есть о чем со мной поспорить, давайте спорить по существу. Дебаты в прямом эфире, я готова. Ветер уже не подует в ваши паруса. Либо доставайте весла и гребите сами, либо плывите дальше по течению. След за тем самым русским кораблем.